Здравствуйте, коллеги! Вебинар, естественно, как всегда будет у нас вечером, и мы его начинаем. Что? Так, я не знаю, почему ты слышишь английский перевод. Ирина, скажите что-нибудь? Раз, два, три. Все, хорошо, тогда начинаем. Просим прощения за технические неполадки, потому что все-таки три устройства у нас, четыре даже. Но ничего не может остановить Скайвей. Итак, друзья, сегодня такой сжатый вебинар. Сразу к самому главному. Во-первых, хочется объявить, что еще находятся в Дели Анатолий Эдуардович и Виктор. Информация закрыта, то есть, естественно, разглашать мы не можем, да и я, в принципе, не знаю. Но мы точно знаем, что это была и продолжается поездка с делегацией белорусского правительства. Технология Скайвей уже была представлена как белорусская технология. И очень серьезная договоренность установлена, но можем сказать, что по сравнению с теми, с другими технологиями, которые Белоруссия представляла, Скайвей, конечно, не в сравнении. Уже я могу сказать, что на некоторые проекты, как, наверное, водится, наиболее интересные на финансирование в Индии есть уже инвесторы. Но обо всем мы узнаем по фактам, как уже заведено. В чате пишут, что на французском не слышно. Потому что они, наверное, в ту комнату зашли. И действительно, сейчас мы находимся на таком очень серьезном этапе, что много говорить нельзя. Но одно можем сказать, что дела в Индии, по словам генерального конструктора и заместителя генерального директора, проходят очень хорошо. Я приведу один пример на примере от Республики Беларусь. Есть такое издание, как онлайнер. Это, можно сказать, наши враги. Мы не ищем врагов, но они все равно объявляются, потому что проект у нас очень сложный и многим мешает. Так вот, представьте, именно до и вовремя уже визита белорусского правительства со СКВ была подготовлена заказная статья очередная. И я могу сказать, друзья, что мы все абсолютно понимаем, но отвечать на это будем жестко. Потому что невозможно это не замечать. Потому что это не возможно просто не заметить это. И никому не будет позволено настолько очернять проект СКВ. В этой статье были затронуты и очернены репутации как Анатолия Эдуардовича, так и Сергея Анатольевича, так и других участников. Была упомянутая история даже с Сергеем Семеном, который помог запустить проект. Некоторые такие ребята, как Рубен, это выходцы из других MLM проектов. И привязываются ко всему только чему можно. Но это абсолютная клевета и такие высказывания, как почему Юницкого еще не посадили, это абсолютно недопустимо. И мы не можем этого не замечать. Потому что на одной из выставок, покажем пример, один из министров ссылался на мнение этих, в кавычках, конечно, недобросовестных, лживых авторитетных изданий. С этим изданием был суд и они понимают нашу силу. Ну и останавливаться они не собираются, потому что наверняка есть конкретные заказчики, и как вступили на тропу войны, так уже отступать, наверное, не будут. Для нас это в любом случае разминка перед будущими маркетинговыми войнами. Но у нас есть всегда ответ, а если кто-то не верит, приедьте, посмотрите на экотехнопарке по улице Зорный шлях, что в переводе Звездный путь, вы все увидите. Но мы у нас есть ответственность, ответственность. Если вы не верите, то просто прийте и посмотрите. Прийте на экотехнопарк, который находится на улице, который, когда переводится, означает «старный путь». Но я думаю, что то, что произошло в Индии, и президент Индии неоднократно также упоминал технологию SkyWay, это огромные результаты, огромные плоды. Но, конечно, что произошло в Индии, что даже президент Индии упоминал технологию SkyWay several times, это, конечно, огромные результаты, огромные плоды. То есть, фактически, друзья, можно сказать, то, что готовился визит Александра Григорьевича Лукашенко, президента Беларуси, на экотехнопарк, что-то предварительное уже было проведено, то есть встретились. Я нисколько не удивлюсь, если будет незамедлительно через некоторое время проведен визит на экотехнопарк. Потому что наверняка реакция была заметна, как индусы относятся к инновации, транспортному инфраструктурной альтернативе SkyWay. И, друзья, мы неоднократно говорили, что потом также и Индонезия подтянется, и Малайзия. И Филиппины, и Шри-Ланка. Сергей Анатольевич, данный момент, то есть вот по Москве сейчас доходит... Извините, Алексей, тут опять нужно сообщить Кристиану. Соленка, вы заведу, не не марш па, Кристиан. Да, да, да. Десять часов он находится на переговорах с боливарами. То есть в полной мере готовится визит в страны Латинской Америки. В первую очередь, естественно, начнет развиваться Азия. Сейчас она в SkyWay всех опережает. Но, конечно же, Азия будет первая в развитии, потому что она идет впереди всех других регионов в SkyWay. И почему Азия? Очень просто, потому что ввиду изменения климата территория Южной Азии пострадает наиболее. И, естественно, транспортную инфраструктурную альтернативу на основе технологий SkyWay Азия принимает поэтому с распростертыми объятиями. И давайте остановимся на том, о чем говорили на прошлом вебинаре, начинали говорить. Вот то, что вы видите на картинке, это главное доказательство того, что мы с вами сделали. What you see on the slide is the main proof of what we together have already done. Так, Андрей, поставь, пожалуйста, там должна быть. Прочерк такая. Нет, нет, нет. Да. И вот вы видите два подвижных состава. Это наши транспортные андроиды, личный подвижной состав, индивидуальный и городской пассажирский. И это, в принципе, доказательство результата работы и проведения испытаний постоянных. В следующем году уже мы увидим и третью составляющую, то есть это скоростной транспорт, но он будет чуть подальше. Но в чем отличие именно SkyWay от других транспортных решений? То, что мы предоставляем именно комплексные законченные решения. И почему вот мы говорили ранее про интернет вещей на прошлом вебинаре? Потому что интернет вещей, как предвещали и предсказывали, сейчас так не капитализируется. Мы все видели в 90-х годах, 2000-х годах рассвет, бум доткомов и его затухание, упадок, то есть лопание этого пузыря. Поэтому многие компании, которые занимаются интернет деятельностью, социальные сети, посмотрите на что появилось, как изменился Facebook. Они уже занимаются искусственным интеллектом. И мы можем сказать, что интернет это средство капитализации бизнеса. Но вся эта цифровая облаболочка должна быть подкреплена чем-либо. А если быть точным, технология, которая может увеличить значительно мировой ВВП? Технология, которая может связать континенты и связать не просто транспортной сетью, предоставить унифицированность, законченные решения по всей инфраструктуре. И на этой картинке мы видим транснет-спейс. Как сегодня по проводам течет электричество, по обтоптоволокну перебегает на высоких скоростях интернет. Так у нас в физическом и реальном мире будут совершаться транзакции перемещения. И нам Сергей Анатольевич Анатолий Эдуардович поручил исследование рынка именно цифровой экономики. Ну и сейчас я могу сказать, дорогие друзья, что вообще цифровая экономика, на наш взгляд, скорее всего, без транснет не получит такое развитие, как могла бы получить. На картинках вы видите фактически персональное мобильное пространство, как часть транснет-спейс. Алексей, я не знаю, как у других, у меня картинка все еще стоит одна первая, и больше ничего не менялось. Да, это все-таки должно быть. И вот эти два подвижных состава являются также транспортными роботами, транспортными андроидами. Сегодня многие говорят об таком понятии, как интерфейс человек-компьютер. То есть это нарушение природы человека и попытка подключения наших мозгов к виртуальному облаку для получения информации. Ну, согласитесь, страшно. В каждом нашем подвижном составе, так называемой капсуле жизни, будет находиться своя мощность, свое оборудование, какой-то сервер. Each of our units of rolling stock, so-called capsules of life, will contain their own equipment, for example, their own server. И вам не нужно будет абсолютно подключаться к интернету, скачивать информацию, свой мозг, кучу информации, от которой голова просто взорвется. Это будет делать подвижной состав, он будет вам именно помощником, виртуальным помощником и реальным помощником. Он будет обучаться с помощью машинного обучения, он будет анализировать информацию и выдавать вам, но мы также останемся людьми, мозги которых не тронуты какой-то цифровой экономикой. So, this technology will learn as a machine learning, and it will provide you with all the necessary information accordingly, but we will be able to remain humans and not to be connected to a computer virtually. Мы просто сядем в него, запросим информацию, типа, как сейчас говорят, окей, Google или Siri, и получим ее, одновременно перемещаясь. То есть это будет, опять же, не просто транспортная инфраструктурная альтернатива, это будет альтернатива в жизненном пространстве. Хорошо. You can all simply sit in it, request information like you do now with OK Google or Siri, and you will get your information while moving. So, it won't be just a transport and infrastructure alternative, it will be a complete life space. Так же, как миллионы людей сегодня в различных городах, то есть фактически это триллионы людей, залогиниваются в интернете, так же и будут входить в Transnet Space ежедневно миллиарды людей. И наше отличие просто от транспортного решения заключается в том, что мы все-таки нечто большее. Мы не можем себе представить, какое обилие дополнительных услуг будет порождено Transnet Space. Но мы четко можем понять, какие блага предоставляет SkyWay и сеть Transnet. То, что сегодня мы говорим, насколько мир изменил интернет, через пять лет мы будем говорить, насколько мир поменял Transnet и создал Transnet Space. И если сейчас весь мир говорит про нейротехнологии, нейролинк, то у нас другая альтернатива, гуманистическая. У нас не будет интерфейса человек-компьютер. У нас будет интерфейс человек-транснет, то есть человек-транснет. И, друзья, это очень важно понимать. Это футурология на острие сегодня высших технологических школ, о чем говорит Юницкий. Потому что вы, наверное, заметили, сколько действительно компаний-миллиардеров породил интернет. И интернет никто не оценил в виде интеллектуальной собственности, потенциал интернета. Анатолий Эдуардович уже это сделал, и это все развивается по подобной модели. Это революционная, прорывная модель, которую будут копировать. Но если кто-то сейчас постарается нас повторить, скопировать, скорее всего не успеют. И я не только говорю про саму технологию, но про суть, которую она порождает. Представьте, что адресный проект, к примеру, имеет окупаемость 3,5 года. Но это адресный проект внутри транснет-спейс, поэтому теоретически его можно оцифровать. Оцифровать, разложить по транзакциям. То есть каждое действие будет капитализировать дополнительно этот адресный проект. Я говорю про блокчейн, потому что эту тему мы сейчас очень плотно изучаем и думаем, решаем, анализируем, как ее применить к транснет и как это может быть интересно для транснет-спейс. Так вот, в этом случае, когда будет учитываться и реальная экономика, и экономика оцифрованного адресного проекта, окупаемость может, на наш взгляд, с Сергеем Анатольевичем, снизиться в разы. То есть с пяти лет это может снизиться, ну, предположим, до двух лет. То есть мы получать с вами будем еще быстрее, это дивиденды, значит, и больше. И именно поэтому мы можем сказать, что то, что создал Юницкий технология Skyway, это действительно виток будущего. Это постоянная отработка технологии и постоянное изменение трендов современного мира. Мы уже говорим о смене трендов, то есть это будет не интернет-вещи, это будет транснет-спейс, это будет не интерфейс человек-компьютер, а интерфейс человек-транснет. И не будет необходимости, к примеру, ставить вышки туда, куда пришел транснет и где появился транснет-спейс, потому что мобильная цифровая связь, все аналоговые и цифровые сигналы, они уже заложены внутри путевой структуры. И не будет необходимости, чтобы поставить тары для разных способностей, потому что транснет-спейс, в его системе транснет-спейс, уже будет включать все, что нужно, чтобы трансферировать мобильные, дигитальные и аналоговые сигналы. То есть туда, куда протянута струна, приходит цивилизация и приходят блага цивилизации. Поэтому, друзья, даже невозможно сейчас предположить, насколько действительно большая капитализация будет проекта SkyWay. Но сейчас идет, естественно, речь о традиционных, инфраструктурных, транспортных решениях. Но так же, как раньше был только интернет, а потом появилась социальная сеть, транспортно-инфраструктурные решения SkyWay родят еще многое. И если вот такое вот именно событие символичное было в истории криптовалют, биткоина, что была приобретена пицца за криптовалюту, У нас может символично произойти, что действительно по сети Транснет к вам эта пицца приедет. И причем оплата снимется автоматически, естественно, в нашей цифровой единице, в мере обмена. И это нельзя называть футурологией, потому что это именно накладывание современных трендов на концепцию SkyWay и Транснет. Мы не можем назвать это футурологией, потому что мы просто добавляем современные тренды к Транснет-технологии, инвентарной инвентарной инженер Юницкий. Самый главный футуролог у нас инженер Юницкий. Многие спрашивают, а почему инженер? Почему не доктор, почему не профессор, почему не генеральный конструктор? Потому что инженер это действительно звучит гордо. Именно инженеры меняют этот мир и реальность. А мы в данном случае помогаем. И в будущем будем получать прибыль в обмен на эту помощь. Сейчас уже среди 60 направлений, и вы помните, что мы, наверное, об этом месяц назад говорили. Среди 60 направлений Skyway Technologies Companies можно выделить также и направления дронов. И дроны смогут обеспечить беспрепятственный монтаж строительства на любом типе местности, будь то это джунгли, болото, зыбучие пески, все что угодно. Опять же, это не просто сделать дронов, это сделать грузоподъемностью до полутора тонн. Этого дрона будет конкретная задача перемещать участок путевой структуры в труднодоступных местах и части опор. И это будет самый лучший в мире грузоподъемный дрон. То есть вы понимаете, что наряду с решением транспортных задач и предоставлением именно единой транспортной инфраструктурной альтернативы, Юницкий всегда смотрит будущее. Поэтому, друзья, как все современные корпорации, вот только реализуя первые проекты, мы действительно, как сказал Юницкий, в первых видео, обгоним всех и навсегда. И мы действительно будем принимать достойно удары и отвечать тем оппонентам, которые на нас будут нарываться. Не стоит забывать, что сейчас скоро будет смена этапа. То есть сейчас остались действительно считанные дни. Произойдет переход на 10 этап, но теоретически может даже на 11 произойти переход. И мы сейчас действительно, как Skyway Capital, улучшаем именно методы финансовых расчетов и готовимся, чтобы стать уже взрослым институционным фондом. Чтобы регуляторы не смогли нас как-то затормозить и ни к чему не придраться. Но самое главное, друзья, вот отличие наше от всех проектов на интернет-пространстве и многих краудинвестинговых проектов и ICO, которые в крипто направлении сейчас делаются. Это то, что нам есть что показать и нам будет показать еще более чем. У нас есть стратегия развития на 3, 5, 10, 15, 20 и даже 25 лет вперед. Поэтому так как мы строим Skyway, спасаем планету и даем дорогу Мир Транснету. Мы эту стратегию выполним и далее действительно обгоним всех и навсегда. И те, кто не захочет, допустим, ждать, ну, стоит быть реалистами, такие вот как бы сверхдивиденды, ну, я лично ожидаю через 3-5 лет. Будут созданы инструменты для тех, кто хочет расстаться со своим активом и получить некую прибыль. Ну, это будет малая прибыль по сравнению с тем, что человек мог бы получить через несколько лет. Но, естественно, это мы должны предполагать и это мы будем предполагать. Благодарю вас, друзья. До скорых встреч на вебинаре. У меня будет перерыв небольшой, то есть две недели будет вещать Сергея Анатольевича, так как я буду в Азии отдых совместно с переговорами. Спасибо, дорогие друзья. Увидимся в будущих вебинарах. Вы будете уйти от меня за две недели. Вы будете уйти с мистером Сибирико, так как я буду в Азии, как и уйти отдыхать и проводить договоры. Ну, естественно, вы понимаете, что отдохнуть нам удастся, ну, наверное, только когда уж транснет-спейс будет полностью шагать по планете. And, of course, you do understand that we will have a real rest only when транснет-спейс marches over this planet. Благодарю, друзья. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Thank you, friends. And if there are any questions, I am ready to answer them. Так, коллеги, вопросы? Colleagues, are there any questions? Чаба? Так, тогда, Чаба, отключаем запись. Андрей? Коллеги, в русской, в английской аудитории? Коллеги, в русской и английской аудитории, у вас есть какие-то вопросы? До конца года закроем ли 10 этапов? Так у нас осталось-то меньше 10 этапов. Вообще, я сейчас живу в таком напряженном состоянии, что вот буквально в любой момент Виктор может написать в Вайбере «Все, Алексей, финансирование получено, через месяц закрываем личный кабинет». И вполне может так случится. что и до конца этого года могут произойти какие-то такие серьезные события естественно связанные с финансированием что нам придется с вами заняться уже финансированием адресных проекта но что можем пообещать будет заняться чем благодарю счастливо друзья до скорой встречи and good luck and see you soon